итак ребятки вот мы докатились до нашей восьмой серии зерк против тирана и на примере игры рейнер против тюай мы разберем все моменты матчапе против тирана что делают зерги что делать профессиональные зерги так 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 мне показалось меня делай но это не важно дела и вроде нет поэтому поехали напоминаю тем кто не в курсе что т.д. и напоминаю что неплохо было бы ребятки кинуть в коммент тиран ского юнита которого вы считаете самым имбовым вот какой теранский нет имба пишите в комменты вот сейчас посмотрим как раз открытие которое делает рейнер один момент все погнали открытие которая делает рейнер делает надеюсь наш стандартный не он делать 16 хату и бежит дроном проверять вокруг своих баз что он делает вот этими действиями в мете очень жесткие прокси 2 барака поэтому он ставит чуть раньше хату чтобы у него были пораньше юниты и все равно делает 18 газ 18 пул ой 18 газ 17 пол но при этом проверяет дроном окрестности на прокси и оверлордами он тоже проверяет только прокси заметьте в принципе он понимает что от всего к вины отобьются абсолютно от всего но единственное чего он не сможет отбиться этот прокси бараков если он не будет в курсе что они есть поэтому ему нету смысла бежать на другую часть карты проверять что будет происходить он проверяет только окрестности своего мэйна в остальном как бы зеркал тифтерна выживает от всего вы от всего можете отбиться если вы просто строите квин и все делаете нормально массажа начинается две клины делается 4 линга едем ставить третью базу все как обычно все как обычно линги бегают только по крипу заметьте то есть они не собираются ни капельки вообще выходить за крип они только на крепе выходят к вины как обычно инъекция крип то есть все все как вы привыкли как вы любите дальше спокойно заметьте что только сейчас средний счет на третьей минуте решил пролететь посмотреть вообще что тут происходит утер она пролетает и собственно смотрит но естественно не получится его прогнали до четвертой минуты идет один только дронинг тотальный сумме делается 5 квин ну и в целом на пяти квинах многие останавливаются но можно сделать еще то есть район делает вот шестую квину седьмую квину и в принципе он играет краски как я говорю стиль в маз квин и мы принципе все равно что делает террин он знает что к войне от всего отобьются он не пытается следить за чем-то там не нужен у него все линги тут дома стоят отдыхают потому что вот сейчас идет первый на него харас это бак эти гиллиончики заметьте расположение оверов они смотрят просто на дроп главное вот его три базы ему главное в экран от этих бас прочертить линию чтобы ее видеть он принципе это сейчас и сделал он вот так вот крипом всеми юнитами все видит позиционочка достаточно простая все стоит просто там где вроде бы летают юниты сюда бегут эти чуваки и он сюда бежит потом они бегут сюда он сюда смещается лингами и принципе вот так вот он и бегает у него две группы одна группа это 5 queen бегающих вторая группа это 22 линга бегающих параллельно с этим он просто начинает дронится уже дронится переходить в лэйр и бейлинг нест главное распространять скрип то есть целом зерга кастинная задача вот какая основная задача у зерга и объяснял что зерк он всегда впереди поэтому в принципе если вы просто подстраиваете дрончиков по чуть-чуть вы будете впереди и по юнитам и по дронам и ваша задача просто расти 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 чтобы когда соперник вам приходил вы точно видели где он пришел и просто убивали его чем сейчас треймер занимается кидает по три хрипа постоянно пытается разрастись четвертая база на 5 минуте уже ставится и когда у него появляются бейлинг и он создает отдельную группу для забегания то есть вот эта группа она будет как раз таки разведывать вот и эта группа у нас будет заниматься тем что она будет проверять термину третью и мешает соответственно термину выходить вообще в нее и в экономику и как делать какую-то разведку заметил отправляет 1 линга чтобы тот контролировал но группу не палит что группа не должна спалиться и это все делается только в тот момент когда у нас появляется хоть какая-то защита дома потому что если бы он вышел без этой защиты естественно вот такой дроп его просто бы убил линги и бейлинги самые быстрые юниты на крипе поэтому ну залететь что-то сделать невозможно заметьте как сразу смещаются все группы то есть бежит группа queen перелавливать дроп сразу же потому что просто пачечка лингов бейлинга в принципе прогонит любой дабл дроп здесь эта группа другая перелавливает тоже то есть придет полнейший перехват все разметить это естественно невозможно твой сразу пытается улететь вины не словили ну в принципе это и нормально самое главное какая технология в этот момент у вас должна быть нужно ли переходить в это или еще что-то на самом деле нет как я говорил зерк спокойно может делать все что он хочет может просто строить лингов бейлингов и главное просто расти 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 распространять крип как видите 5 6 queen они просто отбиваются от чего угодно дабл дроп общать неважно пошли отбили прогнали крип распространяется распространяется а у терна сейчас задача как раз таки его чистить этот крип ну и соответственно если терн с этим справляться не будет вы его просто перри масти в какой-то момент чего здесь справляется против рейнера конечно подчищать центральный крип но сбоку он не смог почистить поэтому сейчас вот эти контратаки они будут его доставать очень жестко просто банально теряются танки и если вы играете несколько контрольных групп если вы делаете все это мобильно у вас этим проблем никогда не возникнет как и у рейнера просто нужно передвигаться и постоянно держать терна в напряжении соответственно везде везде заметен везде на каждом на каждой из трех линий крипа есть какие-то юниты в одной стороне одна группа по центру друг вины и другая группа и в любой момент начала битвы самое главное действовать всеми группами то есть видим здесь войска терана здесь у нас есть чем встречать здесь идет подкрепление эта группа она пойдет в атаку сюда на забегание и так действовать постоянно то есть если вы будете ловить этот ритм принципе вас проблем не будет точно то есть главное на танки не ломиться опять же смысла нету искать место чтобы забежать или окружить вот эта группа опять же сейчас работает скорее всего как окружающая то есть мы нападем на терана со всех сторон теран пытается этого не допустить но скорее всего в конце концов не будут проблемы то что вот эти забегания не в конце концов добегают а когда у вас просто куча бейлингов к сожалению какой бы не был скилл терана если он там не сумасшедший а и бот который ну естественно человек а не бот расплититься невозможно таким образом просто одно удачное забегание полностью решает терана экономики и все на этом принципе можно заканчивать бой подождать пока теран чуть-чуть зайдет на крип напасть на него по его атлету со всех сторон и сжирать сжирать и смотреть на джи джи вот такой вот у нас матчап зерк против терана собственно с вами был тет спасибо за ваши лайки и комментарии напоминаю что эта серия это часть обучающей программы из 10 шагов вы можете посмотреть всю программу перейдя в плейлист либо перейти на следующую серию с вами был тетт а